В наручниках этот мужчина ведет себя не столь дерзко, как во время разбойных нападений. Умерил пыл и его подельник. Без оружия в руках и без масок на лице налетчики оказались не такими уж и смелыми. Всего несколько минут назад они планировали ограбление, а теперь вот задержаны полицейскими. Прежде чем идти на дело, злоумышленники все тщательно продумывали. Они следили за инкассаторами и знали, в какое время они приезжают за выручкой. Налетчики ждали в засаде, а нападали, когда жертвы возвращались в машину с деньгами. Но в этот раз в планы злоумышленников вмешались полицейские. В машине задержанных оперативники обнаружили целый арсенал три пистолета, глушителя и десятки патронов. Кроме этого, во время обыска стражи порядка нашли комплект госномеров на автомобиль. Их налетчики регулярно меняли для конспирации. Сама же иномарка оказалась похищенной. Установлена причастность задержанных к двум разбойным нападениям на перевозчиков денежных средств, которые были совершены на западе Москвы в июне и июле этого года. Тогда общий пщерб от действий злоумышленников составил свыше 10 миллионов рублей. Вину свою задержанные признают, но тут же добавляют. Жизнь тяжелая. Они приезжие, хорошую работу в Москве найти не смогли. Вот и придумали, как заработать. Много и быстро. Сейчас мужчины о содеянном жалеют. Зачем скрывались от полиции? Можно было сдаться просто и все. Автомат. Грабили, видимо, тоже уже на автомате. Совершали один налет за другим. Сколько всего их было, полицейские сейчас выясняют. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям. Разбой и незаконный оборот оружия. Кирилл Антонов, Дмитрий Трудников, Петровка, 38. Продолжение следует.